И всем привет ребят, с Мистер Байк и сегодня письмо новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами находимся в нашем основном аккаунте и будем тестировать одно очень интересное вооружение, которое было актуально, наверное, так парочку лет назад. Не знаю, честно говоря, в каком оно находится на сегодняшний момент балансе, но сегодня мне в голову пришла идея попробовать такую комбинацию, ну и сыграть на чем-то необычном. Ведь всякие имбы у нас очень часто выходят и как-то это уже стало так приедаться в моментике. А сегодня мне захотелось выкатить вот прям старую контентовую темочку. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео ролик лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт и актимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня у нас также произошло изменение с расходкой, то есть стали у нас припасы работать по-другому, также начали по-другому работать дроны. Ну и под это все дело я решил сегодня выкатить имбу с какого-то, наверное, 2020 года плюс-минус. Это хорнета рельса со скаутом. Давным-давно никто у нас в матчмейкинге не использует это замечательное устройство. И как будто оно вообще не может ничего от слова совсем, но так ли это на самом деле, мы сейчас попробуем рассмотреть и убедиться, возможно, в обратном. Запикаемся мы в дефолтную ТДМочку, ну и постараемся раскатить на этой замечательной хорнаторельсе, понакидывать пробитие по противнику, пованшотить оппонента, ну и постараться сделать какую-то лютейшую грязючку. Да, есть у нас 100% на сегодняшний день намного сильнее устройство, но именно это вооружение было историческим в году, так в 2020, да, плюс-минус. Я не помню точно, может быть даже там 19-й условно, но когда-то эта комбина разрывала все, что движется. И сегодня вот именно такую комбинацию мне хотелось бы реализовать. К сожалению, меня запикивают в катку, в которой остается 4 минуты до конца, поэтому мы ее быстро перепикиваем, хочется запикаться в абсолютно новую катку и полный боечек сыграть. По сути, с этой комбинацией можно играть и не на кризисе, а, например, на бустере, тоже бустер контентово реализовывать. Но с кризисом как будто должно работать поэффективнее и пожестче. Так ли это на самом деле? Сейчас попробуем посмотреть. А запикивает меня на штурм. Какой штурм, если я хотел запикаться в ТДМ-ку? Я хотел запикаться в ТДМ, поэтому давайте ТДМ-очку пикаем. ТДМ-очку. Заодно можем посмотреть, какие у меня тут заданки сегодня появились. Интересненькие. Доставить мяч. Контроль точек. Давайте контроль точек поменяем. 2000 очков. Хорошо. Давайте попробуем как раз эти 2000 очков бомсануть. Также я еще параллельно набиваю наш замечательный элитный пропуск, до которого, к слову, осталось у нас практически 2 дня. Очень сильно хочу заработать этот самый замечательный скин-контейнер. Поэтому потихонечку, помаленечку звездочки мы колотим. Ну и я думаю, что в ближайшее время мы как раз таки до этого дела вместе с вами доберемся, заберем. И сможем открыть скин-контик в одном из ближайших видеороликов. Только надо, чтобы нас как раз таки закинуло на эту ТДМ-очку. Не знаю, что происходит с нашим матчмейкингом, но почему-то он уже минуту мне ищет ТДМ. При том, что я пикаю соло. То есть я не пикаю с кем-то вместе в группе. Я мог бы понять, если бы это была бы группа. Но я пикаю соло, и у нас настолько долгое ожидание. Это, конечно, жестко. Ладно, давайте я поставлю видос на паузу. Как только меня запикает, мы сразу же продолжим. Или не продолжим, или просто ждем. Или просто ждем, пока меня закинет. А то, может быть, сейчас уже Кентэктичек залетит. Блин, ну что-то реально вообще не кидает. Я такую хотел вкусную ТДМ-очку разыграть. А, у меня уже... А, все, закинуло. Я уж думал, у меня залагало что-то. Может, клиент залагал. Я хотел уже, может быть, даже быстрый бой пикать. Но, вроде как, Кентэктик есть. Вроде как, запикало. И запикало меня на шикарнейшую карту. Барда ТДМ. Падает сразу оверка. Под которую мы сыграем. Так, ну и пробуем накидывать урончик. 1600 у нас залетает с выстрела. 1600 урона по резисту, я так понимаю. Да, 6 резов у нас от рельсы. Посмотрим на частоту критов вообще со скаутом. На быстроту перезарядки этого устройства. Так, ну и можем даже сразу быстро... Оу! Держать! Ничего себе! погодите сколько сколько 4000 скрита было сейчас была вкусная четверочка бы перезарядка очень быстро если честно у скаута так кто-то меня там уже на языке хилит не знаю правда кто это но привет если ты смотришь этот замечательный видеоролик так противник у нас открывается не сказать что у нас тут стыки залетает конечно миллион урона но в целом это для такой быстрой перезарядки для скаута выглядит очень и очень неплохо по 2000 урона стыки просто по двоечке контентовой залетает сейчас бы еще бы у нас хантерочек бы какой-нибудь открылся ну либо вообще кто-то бы открылся бы у нас залетал урон 2000 скрита вот это контактик вот это контактик полторушка на добавочку в меня тут с ладейла летит и у меня теперь уже из вида на страховочке и шикарную тройную выдаем овердайв бы еще бы побыстрее копился был вообще великолепно но резистов конечно многовато многовато резистов здесь от меня это конечно видно невооруженным взглядом но как будто бы даже против столь большого количества резистов мы будем давать здесь плотненького кейн ты ктичка так еще полторушечка залетает 4 кила у меня всего лишь до сих пор 4 кила при том что я довольно хорошо стою в позиции да и накидка урона летит прям по большому количеству противников но за счет как раз таки резистов здесь я особо пока что киллов большого количества не делаю ну и плюс здесь в приоритете средние и тяжелые танки у оппонентов соответственно ваншотов здесь практически нету но под критами контент по идее залетать должен по идее залетать контентик должен так бомбочка залетает от вас пика проморгал я и его так и у нас 5 киллов хорек конечно на сегодняшний момент времени с точки зрения баланса наверно один из самых слабых корпусов так как вы видите насколько долго копится у него овердрайв да если раньше например у хорька овердрайв быстро копился да и время вот этих критов было тоже более долгое сейчас ты имеешь там грубо говоря 5 секунд критов и при этом ты настолько долго накапливаешь свой овердрайв а то есть должен потратить столько безумно большое количество времени для этого всего дела а при этом ты имеешь просто 5 секунд критов ну и плюс пробитие она четверочка когда залетает скрита это выглядит прям очень неплохо на четверочка это конечно контент ик вот такой вот до 4000 со скаута к это очень неплохой урон но не такие частые криты к сожалению если тут были почаще криты то я думаю что этот бы скаут работал но сама перезарядка вот прям как старая добрая как старая добрая перезарядочка на скаутике сейчас есть конечно возможность реализовать например устройство которое автоматически перезаряжает ваш выстрел после того как вы делаете килл это вестник смерти да и вот здесь бы ну наверное можно было бы попробовать вместо скаута вестник смерти реализовать не знаю насколько бы он бы был бы эффективен но по крайней мере попробовать можно было бы 10 киллов у меня 4 смерти не так много если честно 80 процентов овердрайва ну и нужно стараться дать здесь как можно больше киллов как можно больше киллов нам надо оформить 90 процентов овердрайва у меня уже есть по хантеру к сожалению тыка не залетает так и у нас есть диктатор с аудиком который он не к слову раздает скрита 2000 залетает была бы четверочка было бы повкуснее а вот такая четверочка залетает добавкин со на двоечку даем так ну и теперь мы можем вообще по идее здесь пробивала у какую-то оформить и попробует дать контакте к давайте делаем вот такую движуху вот такую движуху и четверочка сразу с пробитием залетает шикарная двойка на добавку и третья рельса третье уже к сожалению без крита то есть две рельсы даже со скаутом я могу дать под критом это настолько слабый сейчас хорек с точки зрения меты это вообще ужас а когда-то у харька настолько долго работал крит там секунд 20 если я не ошибаюсь было когда-то и при этом еще и пробитие наносилось через всю карту да то есть вы понимаете насколько было это все дело эффективно и насколько она круто работала тогда а сейчас мы видим вот такую мету при том что есть очень большое количество сильных овердрайвов при сильных прям реально сильных овердрайв что крусейдера быстро копится овер что у ареса сильный овердрайв что у того же хопера до 3000 урона ты даешь у диктатора побольше до проценте хантер шикарный овердрайв да и тут хорек который там работает пять секунд но это конечно выглядит максимально грустно надеюсь что орех ближайшее время обдумает это все дело и чутка хотя бы под бустит хоречка чтобы он стал поинтереснее все-таки это не ховертанк его и реализовать потяжелее да но он же должен быть в каком-то балансе да не вот не в такой шляпе усатый а должен быть в каком-то балансе поэтому я надеюсь на то что как раз таки с этим корпусом что-то сделают но пока что выглядит неплохо 17 на 5 17 на 5 очень неплохо мы идем шарелу хотел здесь оформить противничек по хантеру даем очень хорошую тыку заставляем его не играет супер агрессивно и он даже вжимает овердрайв просто в молоко 3000 урона еще по аресу шикарная тычка добавка на полторушку и пока что мы хоть и проигрываем эту катку но она максимально близкая и есть ощущение того что мы ее здесь камбэк ним я вот чувствую что камбэк здесь как раз таки реален вполне себе реально оформить 95 процентов овердрайва противник начинает выкатывать под нас так и вот это вот конечно оглушение которое залетает она прям максимально выбивает из колеи у нас появляется кстати магнум очень крутой очень сильный магнум появляется так ну и наша задача теперь просто как-то ну на урончик сыграть мы так долго заряжался еще овердрайв это ужас настолько долгая зарядка оверки мне продленку дают по критам продленочка по критам на полторушку залетает добавка на двоечку и сквозная не залетает хотя по аресу бы ваншот скорее всего должен был заходить в этом моменте 2900 еще на добавочку 19 килов но не сказать что наверное супер много но так балансно балансно все это дело выглядит довольно таки балансно но нас такой результат особо сильно не устраивает наша задача здесь как минимум постараться выиграть эту катку опять залетает у нас замечательное оглушение от молота постараться вообще нужно его не подпускать так близко к себе потому что в моменте это прям выглядит очень и очень противно так и паладинчик въезжалову делает не делает делает въезжалову шикарную рельсу по нему заряжаем 4 кило отрыва к слову стало перекил отрыва отрыв прям максимально маленький и это дает нам шансы на камбэчную на камбэчную так хантер вжимает ауди антер делает жималову 22 килла 22 на 8 7 киллов отрыва ну и 4 минутки у нас еще остается остается 4 минуты порез уже катает по нашему респу настолько нагло настолько нагло играет у нас противничек так 80 процентов овердрайва так и пробуем накидывать еще дополнительный урон так но и 90 процентов овердрайва у меня еще имеется так 500 очков 500 очков 22 киллочка ну давайте попробуем как-то в камбэчную все это дело реализовать реализовать хорошая тыка без аптечки остается у нас оппонент паладин выпушивает централ очку так ну и как минимум одну аудишку я еще прожимать успеваю килл есть добавка еще два ваншотных танка но третий выстрел я уже здесь не успеваю выдать хотя может быть я бы успел бы если моментально стрельнул бы но у меня не было там момента под моментальный выстрел в тот тайминг залетает 700 к скрита по аресу добавочку 2000 даем и еще полторушечку оформляем так есть ауди к слову наш темой тоже переоделся на хоре уже на хоре рельсов не знаю зачем он это делает но хочется наверное ему тоже попробует такую комбинацию возможно он думает что я взял потому что это какая-то лютая имба может быть с этим связано но у нас 28 киллов за такую катку я бы не сказал что это шикарный результат наверное в таком же самом бою пару-тройку лет назад я бы мог бы дать но наверное киллов так 50 может быть 60 но то что это комба в принципе на сегодняшний день дает 30 киллов за матчмейкинговую катку с досрочкой наверное выглядит неплохо наверное выглядит неплохо 700 очков по крайней мере в рамках этого боя я сумел набрать самое большое количество очков и сделать довольно неплохой результат к сожалению конечно мы проигрались выиграли был вообще максимально жестко но к сожалению это поражение пишите что вы думаете по поводу этой комбины играли ли вы раньше на таком замечательном вооружении пишите какие комбинации вы бы хотели бы увидеть в ближайшее время с точки зрения именно старых возможно комбина может быть не старых а новых может быть какие-то имба комбин который хотелось бы посмотреть пишите свои мысли все в комментариях поддержите видос лайками все вам понравилось подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны на своем мастер ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока